27 декабря в Центре Патриот состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства Симбирской епархии. Его возглавил митрополит Симбирский и новоспадский Лонгин. На собрании присутствовали священнослужители из города и области, в том числе благочинные и руководители епархиальных отделов, а также сотрудники епархиального управления. Во время ежегодного епархиального собрания правящий архиерей старается максимально подробно представить год из жизни епархии, рассказать о разных гранях церковного служения. В своём докладе Владыка сообщил, что на сегодняшний день в Симбирской епархии действует 124 прихода, 3 женских монастыря, совершая своё служение 137 священнослужителей. Владыка отметил, что непростые события, которые сегодня происходят в мире, повлияли и на жизнь епархии. В течение всего этого года духовенство и миряне оказывали помощь беженцам, прибывшим в Ульяновскую область. Собирали и отправляли помощь пострадавшим мирным жителям Донбасского региона и ряда других областей. Последние месяцы уделяется большое внимание оказанию духовной помощи военнослужащим и мобилизованным, отправляющимся в зону специальной военной операции, а также их семьям. Затем митрополит Лонген подробно рассказал о жизни Симбирской епархии в 2022 году. Он остановился на вопросах строительства, реставрации и благоукрашения храмов, общеепархиальных мероприятиях и работе епархиальных отделов, проблемах пастырского служения. Владыка назвал главные события года, среди которых открытие Знаменского женского монастыря в селе Ляховка, активное строительство Александра Невского храма в Засвияжском районе Ульяновска, великое освящение храма во имя святых царственных страстотерпцев Спасского женского монастыря города Ульяновска, два многодневных крестных хода в честь святителя Николая Четотворца и открытие Центра подготовки церковных специалистов. Управляющий епархией также отметил мероприятие, посвященное 190-летию со дня основания Симбирской епархии и десятилетию образования Симбирской митрополии. Значимым и радостным событием для епархий и жителей города стало принесение мощей преподобного Сергия Радонежского. С 21 по 27 ноября в Ульяновске прошел региональный этап 31 международных рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности» и «Духовный выбор человека». В организации секций чтений, которые в этом году прошли на достаточно высоком уровне, приняли участие все епархиальные отделы. А почетными гостями форума стали настоятель храма в честь святых равноапостольных Константина и Елена города Абакана, партеерей Геннадий Фаст и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке города Москвы, партеерей Феодор Бородин. Митрополит Лонген отдельно затронул актуальные вопросы пастерского служения и призвал священнослужителей относиться к совершаемым в храмах богослужения со всей ответственностью. «Богослужение – это не только главная обязанность, но и главное сокровище церкви. Если оно совершается с любовью, с пониманием, с соблюдением богослужебного устава, оно дает человеку очень многое, наполняет его жизнь смыслом, делают ее жизнью в Боге. Это касается как духовенства, так и мирян». Владыка поздравил духовенство епархии с приближающимися Рождеством Христовым и Новолетием. «Я от всего сердца благодарю вас, дорогие отцы и братья, за труды в уходящем году. От души желаю вам крепости и душевной, интересной, семейным батюшкам счастья, взаимопонимания и семейного благополучия. Поздравляю вас с наступающим новолетием и приближающимся Рождеством Христовым. Бог мира, Отец Щедрот, додарует каждому из нас свою всесильную помощь, радость и утешение». О том, как осуществлялась помощь вынужденным переселенцам в течение года, рассказал руководитель епархиального отдела по социальному служению протеерей Павел Путилки. «Помощь беженцев была разносторонняя. Это и организация богослужения для них, это организация молебнов, бесед духовных. То есть старались вывести их в храмы, чтобы они именно участвовали и в нашей церковной жизни. Потому что, как и никогда, очень обозна такая духовная поддержка для них. И, к сожалению, страница эта не перевернута. И есть необходимость и потребность дальнейшей помощи беженцам, которые находятся в Ульяновской области. На данный момент их сейчас где-то около 300 человек. Из них примерно 100 детей». Подробнее о региональном этапе чтений и работе Центра подготовки церковных специалистов сообщил председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Ерей Даниил Гасников. «Всего в работе чтений приняло участие около 2000 человек, что очень отрадно, особенно после двух пандемийных годов. Также можно отметить, что в этом году в рамках чтения работали 17 секций. И это наибольшее количество секций, которые прошли в рамках чтения за всё время их проведения». Заключительная часть собрания была посвящена ответам владыки на вопросы духовенства, большинство из которых касались священнической практики. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Рождественский концерт во Дворце Дружбы Народов Губернаторский стал доброй ежегодной традицией в Симбирской епархии. Каждый год организаторы стараются сделать его программу как можно интереснее и насыщеннее. «Рождественский концерт проходит уже много лет, но последние два года немножко изменился формат этого концерта и звучит классическая музыка в исполнении оркестров наших государственных. «В этом году мы больше обращаемся к теме дома, к теме рождественского праздника, который собирает всю семью за одним столом или на праздничном гулянии. В общем, больше звучит народная музыка русских композиторов». Концертную программу открыл Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов под руководством Артёма Белова. Зрителями концерта стали представители духовенства и прихожане симбирских храмов. Участников и гостей мероприятия приветствовал митрополит Симбирский и Новоспадский Лонгин. Владыка напомнил об истории праздника и обратился к присутствующим с пожеланиями мира и добра. «Я хотел бы в эти святые рождественские дни прежде всего пожелать всем нам мира, мира внутреннего, душевного и мира внешнего, который вокруг нас. Мы с вами живем очень сложное время, время междоусобной брани между двумя частями когда-то единого русского народа. Мы должны очень крепко от всей души молиться Богу, чтобы он сам известными ему путями прекратил бы это страшное противостояние. И в эти рождественские дни, наверное, эта молитва будет наиболее уместна». Поздравление губернатора Ульяновской области Алексея Русских озвучил его первый заместитель Игорь Эдель. «Это праздник добра и надежды, осмысления прошлого и определения планов на будущее. У него особая и неповторимая атмосфера, наполненная теплотой и истинностью. В этот день каждый из нас испытывает удивительные чувства сопричастности к великому чуду рождения спасителя». В концертной программе принял участие смешанный хор Спаса Вознесенского кафедрального собора под управлением регента Романа Хитёва. «Прохерейский хор Спаса Вознесенского собора не в первый раз участвует в праздничных концертах. Участвовали в том году на рождественском концерте, также был пасхальный концерт тоже праздничный. И вот сегодня снова на сцене ДК Губернаторский. Наш хор постоянно развивается, совершенствуется. И программа в этом году гораздо сложнее, чем была на прошлый рождественский концерт. И больше она, то есть у нас больше произведений, чем в том году». Смешанный хор исполнил тропарь и кондак Рождеству Христову. Стихиру Рождества ликуют ангели. Все ныне Георгия Рютова. Во время рождественского концерта прозвучали композиции в исполнении солистов Маргариты Григорьевой и Татьяны Голубки, а также отрывки из литературных произведений, соответствующих тематике праздника. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. В день Рождества христиане вспоминают события, случившиеся в Вифлееме более двух тысяч лет назад. Согласно евангельскому повествованию, в этот день родился спаситель рода человеческого Иисус Христос, Сын Божий. Рождество Христово является одним из 12 великих праздников православной церкви. Мы вспоминаем, что Господь, создатель мира, безграничный, непостижимый, которого не могли даже представить люди Ветхого Завета, теперь стал младенцем, стал человеком, родился от Преснодевы Марии. И не просто принял человеческий облик, он по-настоящему, можно даже так сказать по-честному, стал человеком. И это, конечно, удивительно. Я думаю, что можно сказать так, что всю жизнь христианин может осмыслять этот праздник и глубже постигать его значение. Как гласит священное писание, спаситель родился в иудейском городе Вифлееме. Мать Христа, Дева Мария, прибыла в город вместе с Иосифом Обручником для участия в переписи населения. Однако для них не нашлось свободных мест в гостинице. Путники были вынуждены остановиться в пещере, куда пастухи сгоняли скот на ночлег. Там божественный младенец и появился на свет. Посмотреть на бога младенца пришли пастухи, а затем и мудрецы-волхвы, которых в Вифлеемской пещере привела звезда. Узнав о рождении Мессии и желая его уничтожить из опасения за свою власть, царь Иудея Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был спасен от смерти, поскольку Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник укрылись в Египте. Праздник Светлого Христового Рождества православные христиане, как правило, встречают в храме, а затем собираются в кругу родных и близких, сохраняя праздничные семейные традиции. Дома, да, семейная традиция. И даже если мы находимся в разных городах, стараемся в этот момент на эти праздники приехать. Вот у меня дочь приезжает, хотя она в Москве или кто-то из родных. В общем, стараемся поддерживать вот так вот вместе, чтобы сесть после службы за столом, поговорить, вспомнить, как прошел год, как почувствовать, что может нам дать этот год новый. Для меня Рождество – это прежде всего радость о родившемся Господе для каждого, наверное, православного христианина. Это один из важнейших праздников его жизни, второй по значимости, да, после Пасхи. Вспоминаем о свете, который высиял в этом мире, который дал нам надежду на спасение. В ночь с 6 на 7 января митрополит Симбирский Новоспадский Лонгин совершил рождественскую заутренню и божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска за служение духовенства собора. И все звезда юже, видишь, а на солнце, и тяжа тенния, Тот же пришедший в стаекло, и теже пей, полкача, Видишь же звезду, восрадовавшись от радости, и велию зиму. За богослужением была совершена хиротония воспитанника 5-го курса заочного отделения Саранской духовной семинарии и подиакона Алексея Поплевка Водиакона. На праздничной литургии было оглашено рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырем, пастырем, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви. Всем верным чадом Русской Православной Церкви, возрубленные о Господе, архипастыре, все честные пресвитеры и дьяковы, боголюбивые инокини и инокини, дорогие братья и сестры, ныне, когда Церковь Небесная и Земная в соборном единстве представляет Богу воплотившемуся, сердечно поздравляю всех вас с великим и святозарным праздником Рождества Христова. В своей проповеди Владыка подчеркнул, что Рождество Христово – это особый праздник для христиан. Рождество – это, конечно, один из самых добрых, глубоких, семейных праздников, которые есть у нас в Церкви и в этом ручьем. Но кроме этого, Рождество – это одно из центральных событий человеческой истории, одно из двух центральных событий. Первое – Рождество, а второе – воскресение Христова. Собственно говоря, эти события предъявили и все развитие человеческой истории и развитие того мира, в котором мы с вами сегодня живем. Владыка сердечно поздравил всех с праздником и пожелал помощи Божией, благословения родившегося Бога-младенца. По окончании богослужения добровольцы из числа педагогов воскресной школы и православной молодежи помогли организовать трапезу для прихожан. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия.